Колеи, непролазная грязь и ревущие моторы. Накануне подмосковные любители бездорожья закрыли осенний сезон. В Коломенском районе прошли финальные заезды чемпионата Московской области по трофи-рейду. На старт вышли больше сотни экипажей на квадроциклах и модифицированных внедорожниках. Кто из них и с каким успехом добрался до финиша, знает наш автоэксперт Анна Загорская. Классный пилот может творить чудеса и на практически стандартном автомобиле. Взрывается мотор, они выдерживаются. В этой машине нет ничего такого, что не чинится паскобусами, молотком, вещами. На понижайке и вперед под танки. Пристегнулись, поехали. Любители бездорожья одни из немногих спортсменов, которым с приближением холодов не надо снимать аккумулятор и закрывать сезон. Финал чемпионата Московской области по трофи всего лишь очередной повод собраться и еще сильнее разместить раскисшие по осени дороги. В этот раз на старт вышло больше сотни экипажей, в том числе и квадроциклисты. Их холода тоже не смутили. При этом трасса для всех классов одна, поэтому пилотов на неподготовленных машинах только не спасает, что опыт езды по грязи. Павел Аполлонов неделю назад уже потерял на соревнованиях кардан, но к финалу успел отремонтировать машину. Он один из тех, кто практикует особые методы прохождения плохих дорог с выжатым на полную газом. Чтобы так ездить, пилоту пришлось отказаться от равных внедорожников, взять легкий джип и модернизировать его для гонок на выживание. Во-первых, резина грызевая, да, хорошая. Она позволяет, в общем-то, особо не ездить. Не разбирать дороги, больше газа, меньше ям. Амортизаторы спортивные с регулируемой жесткостью, пружины усиленные. Ходовая американца проверку российскими дорогами не прошла, поэтому многие запчасти заменили отечественные аналоги. Рессоры взяли у Волги, амортизаторы отгазели. А вот лебедку пришлось спрятать в салон, она бы мешала спортсмену. Вот моя лебедка, так вот технично спрятана. А здесь вот под педалью газа, как раз, чтобы только не мешать мне нажать на газ, проходит трос в стальной направляющей. Лебедиться или толкать машину приходится почти на каждом сложном участке. Самое тяжелое – пройти брод, дно которого разворотили другие машины, или в котором уже завязла пара конкурентов. Роман Бондаренков – судья соревнований. Следом за участниками он весь день колесит по трассе и уже изучил каждую колею. Тут надо смотреть, по какой грязи ты едешь, по покрытию. Инораз очень большие подсказки дают даже цвет травы. То есть, если участок заболоченный, то трава там более сочная. Соответственно, больше шансов именно попасть, ну, застрять, заболосовать. Роман сопровождает скорую на участок, где перевернулся квадроцикл. Как и в любом спорте, здесь тоже случаются травмы. К счастью, обошлось без серьезных последствий, но водителя все равно пришлось увезти в больницу. В случае с другими спортсменами основной удар приняли на себя машины. Джип Павло получил временную нетрудоспособность, а сам пилот еще раз подтвердил свою славу матерого гонщика. Последние пять точек он уже буквально проезжал без тормозов. Перебил у меня магистраль, к сожалению, масляную, и начало пропадать масло из автоматической трансмиссии. И для того, чтобы спасти автоматическую трансмиссию, пришлось пожертвовать тормозами. Снял тормозную трубку, использовал ее в качестве магистрали, а вот потом поплатился за отсутствие тормозов. Таким вот образом не смог объехать препятствия, там с рулевой тоже у меня проблемы, оборвало тягу. В таких гонках самая грязная работа достается штурману. Именно он, а не автомобиль, должен первым проходить брод и фотографировать пилота на каждой точке. А в случае с таким водителем, как Павел, еще и крепко держаться. Первая моя задача заставлять его иногда снимать ногу с газа. Это решает обычно много. Ну а второе, сегодня такая гонка, как он сказал, линейная, поэтому очень сложно было между точками успеть посмотреть в карту, хоть понять, где следующая точка. За ним не успеваю. Самая основная задача – успеть за своим пилотом. Эта гонка – финал соревнований, но еще не точка. За несколько недель пилоты восстановят свои машины, поменяют резину и снова выйдут в поля. Открывать сезон гонок по снегу. Анна Загорская, Дмитрий Филиппов, Алексей Толстокулаков и Юрий Грак. Итоги недели. И от дорожного экстрима к теме благотворительности. Сувениры ручной работы из рук звезд. В Истре известные артисты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова